Девушки отдыхают... Сами мы с республики Башкортостан, город Белебей, приехали специально, прилетели только на эту игру. На один день буквально. Сюда и обратно домой. Я болею в хоккей за Салават Вилайф, ну и думал, чтобы как бы фишка своя, вот пока никем занято не было кубанку, вот решил так. Ну и образ, за ЦСКА красная лента, красная армия всех сильней в песне поется. Поэтому как бы кубанка с красной лентой, красная армия. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Я сказал, что он был в противнике. Я думал, что это нормальное. Я его на голову не было бы на пути, но это может происходить в игре. И потом я пытался ответить на него и исполнить, что я сделал. Но он пришел прямо к мне и начал говорить. Это было ничего больше. И потом я забыл, что все произошло. Я пытался идти и продолжал играть. И он пришел снова. Это то, что рефери называл технический файл. Декало протянул руку, но это не спортивно. Гис, ты не прав. Да, Гис не прав. Это было неумышленно. Декало не славится такими моментами. Игрок не грязный. Бывает, бывает, попадает. И если игрок протянул руку, мне кажется, тут можно, конечно, обидеться, но руку протянуть в ответ надо. Окей. Как я сказал, моё движение называли руку. Я пытался создать что-то. И я ударил его в голову. Но это часть баскетболи. Я не делал это в основном. Руку называл это. И это конец истории. Но это было немного разное. Да, странный получился момент. Я первый раз вижу такое, кстати. За последние годы я первый раз вижу такое. Обою до удаления. Жёсткое такое решение. Видимо, это всё-таки новая трактовка инструкций судям, чтобы всё было абсолютно лояльно и жёстко это пресекать. Виталий Шридцко! Виталий Клайбер! Виталий Клайбер! И семье на три! Всего! Спасибо!